Привет, дорогой друг! Сегодня на канале правильный выбор я расскажу о лучших масляных радиаторах для дома в 2024 году. На первое место сегодняшнего топа я поставил масляный радиатор от Балу, его можно купить примерно за 4100 рублей. Семисекционный обогреватель мощностью 1,5 кВт рассчитан на помещение площадью до 20 квадратных метров. Радиатор оснащен термостатом и трехступенчатой регулировкой мощности на 600, 900 и 1500 Вт. Дизайн в целом и цветовая гамма в частности типичны для подобного отопительного оборудования. Предусмотрено автоматическое отключение при опрокидывании и перегреве. Класс пылевлагозащиты IP20, то есть примерно ничего. Степень IP20 означает, что корпус никак не защищен от влаги, но внутренне его не могут попасть предметы длиной больше 80 мм и с диаметром больше 12,5 мм. То есть защиты от пыли тоже нет. Длина кабеля 1,6 метра, сетевой шнур сматывается. Для удобства перемещения предусмотрены колесики и ручка на корпусе. Механические элементы управления расположены на передней панели. С их помощью выставляется нужная температура и соответствующий режим работы обогревателя. Дисплея нет, таймера, вентилятора и других наворотов тоже. Как видим, все достаточно типично для бюджетного сегмента, в который входит подавляющее большинство ходовых масляных радиаторов для дома. Если найдешь масляный обогреватель себе по душе во время просмотра рейтинга, то обязательно загляни в описание. Там я оставил все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. А еще рядом лежит промокод для тебя. Второе место досталось самому функциональному обогревателю сегодняшнего топа – масляному радиатору «Умница» OMV15S3-4KVT. Его можно найти по цене в районе 12 тысяч с мелочью. Интересно, что на официальном сайте производителя цена выше, пусть и ненамного. Эта модель оснащена тихим тепловентилятором, термостатом и таймером автоматического включения в течение от 1 до 12 часов. Механические элементы управления размещаются на передней панели. С их помощью выбирается нужный режим, включая ЭКО. Температура выставляется в диапазоне от 10 до 30 градусов Цельсия. Производитель выдает о своем продукте на удивление мало сведений. В перечне технических характеристик на сайте и в конструкции фигурирует всего пара-тройка цифр. Однако можно утверждать наверняка, что со своими 3,4 кВт эта 15-секционная модель самая мощная в линейке. А еще в плюсы этой модели «Умница» можно записать надежность, высокое качество материалов и сборки. Не самый заурядный и привлекательный дизайн. Что еще можно сказать? Сетевой шнур сматывается и крепится в нижней части лицевой панели. Типовые элементы конструкции в виде ручки для переноски двухколесных бас с четырьмя колесиками в наличии. Есть защита от перегрева и автоматическое отключение при опрокидывании. Вроде все. Не забудь подписаться на канал «Правильный выбор», чтобы всегда первым узнавать об актуальных предложениях и новинках в самых разных категориях товаров. Ну и, конечно, поддержи меня своим лайком и комментарием. Третье место сегодняшнего топа досталось бюджетному масляному радиатору Scarlett SC21507S4. Его можно взять примерно за 3000. По техническим параметрам эта модель очень близка к баллу с первой позиции рейтинга. Она также потребляет до 1,5 кВт. Также выставляется три уровня мощности – на 600, на 900 и на 1500. То же количество секций – 7 штук. Производителям заявлена та же максимальная площадь помещения для обогрева – 20 квадратных метров. Класс электрозащиты тот же, первый, и защита от пыли и влаги точно такая же, никакая. Но есть и некоторые отличия. Так, у Scarlett короче сетевой шнур – 1,4 метра против 1,6. Нет функции автоматического отключения при опрокидывании. А еще у этого масляного радиатора большие размеры и ширина, и высота, и глубина. При этом, как ни странно, весят обогреватели одинаково. На четвертое место рейтинга я поставил довольно мощный 2-киловаттный 9-секционный Electrolux. Этот стильный масляный радиатор с необычным дизайном стоит около 8100 рублей. Обогреватель от Electrolux рассчитан на помещение площадью до 25 квадратных метров. Самое время сказать, что этот показатель достаточно условный, и в реальности четверть сотни квадратов в вакууме могут превратиться в 35 или в 15. Увы, точная цифра зависит не только от нагревательных способностей и климатической техники, но и от ряда других факторов. Впрочем, это все лирика, вернемся к более приземленным параметрам. Итак, радиатор достаточно мощный, выставляется на 800, 1200 и 2000 ватт. Наворотов в виде таймера и вентилятора нет. Класс защита от пыли и влаги стандартный, то есть никакой. Длина кабеля тоже типовая 1,6 метра. Обогреватель довольно массивный, весит примерно вдвое больше, чем Baloo и Scarlett. Около 10 килограммов, но тоже немного. И при этом центр тяжести размещен так, что случайно перевернуть радиатор проблематично. Что еще? Терморегулятор есть, управление механическое, сетевой шнур сматывается в специальный отсек. Есть ручка для переноски и четыре колесика. Предусмотрено отключение при перегреве и опрокидывании, впрочем, это все настолько типовые опции, что о них и упоминать лишний раз не стоит. В общем и целом, этот электролюкс – годный вариант для помещений площадью 25 квадратных метров. Плюс-минус. Пятое место сегодняшней подборки досталось еще одному радиатору Baloo модели CL11WRN стоимостью порядка 5700 рублей. Цена чуть выше, чем у обогревателя с первого места, но и оборудование более мощное. У этого Baloo 11 секций против 7, 2200 Вт против 1500 и максимальная обслуживаемая площадь 27 квадратных метров против 20. При этом по остальным показателям радиаторы, если и не полностью, то практически идентичны. А да, размеры еще отличаются, ширина и высота одинаковые, но глубина у более мощной модели на 15 сантиметров больше. Мелочь. И вес на пару килограммов больше – тоже мелочь. На шестое место сегодняшней подборки угодил скромный в плане функциональности и не особо мощный обогреватель Timberg. Этот киловаттный масляный радиатор можно купить примерно за 3900 рублей. Мощность Timberg выставляется на 400, 600 и 1000 Вт. Максимальная площадь помещения – 12 квадратных метров. Радиатор пятисекционный, весит обогреватель чуть больше 4 килограммов. Что еще сказать? Со своими задачами эта модель справляется нормально, а большего от нее и не требуется. Большинству покупателей функции дополнительные не нужны, по крайней мере, мало кто готов за них доплачивать. И самое наглядное доказательство этого факта – российский рынок бытовых масляных радиаторов, чуть менее чем полностью состоящий из простейших бюджетных моделей. Ну и последнее седьмое место сегодняшнего рейтинга заняло самое бюджетное, самое слабенькое и самое компактное климатическое оборудование сегодняшнего топа – 500-ваттный масляный радиатор NG EN 1705 из линейки MINI. Купить его можно примерно за 2000. Обогреватель рассчитан на небольшие помещения площадью около 5 квадратных метров. Количество секций 5, размеры очень компактные, вес мизерный – около 2,5 килограммов. Колесиков у радиатора от NG нет, но в его случае вряд ли это можно назвать с недостатком. Термостат есть, работает обогреватель всего в одном режиме. Что еще? Да больше сказать-то нечего. На этом, пожалуй, все. Если какая-то модель тебя заинтересовала, не забудь заглянуть в описание. Там тебя ждут ссылки на масляные радиаторы из этого ролика и приятный бонус в виде скидочного промокода для выгодных покупок. Подпишись на канал Правильный Выбор и поддержи меня своим лайком и комментарием. А теперь пока, до встречи в следующем выпуске!